еще интересно кто нас ведет из высших не из богов а из четырехмерного пространства если такие а если есть какие у нас отношения всегда ли мы с ними согласно основной закон вселенной это закон воли поэтому никто вас вести не обломать если вы ждете что придет ангел иск и укажет вам путь или придет кто-то из древних или молодых богов и скажет ты должен или ты обязан не будет этого это дело сугубо добровольно нашим то есть если мы хотим идем если мы не хотим мы не идем поэтому когда кто-то говорит что тебя боженька накажет если ты не будешь делать только это там он тебя накажет только в том случае если ты обязался что-то сделать но не сделал почему потому что таков был договор я сделал это если я не сделаю то ты меня накажешь хорошо сказал бог вот как хочешь если же вы скажете боженька не наказывай на чем построена общем-то система христианского покаяния и отпущение грехов то бог не накажет поэтому если на это смотреть здравомыслящие без мистификации то и без лишнего лишний тумана религиозного то мы можем сказать следующее да будет ваша воля ваша воля есть поэтому кто ведет нас из выше никто выше поймать и мы должны быть действительно очень интересны высшими чтобы высшие сказали протянули руку идем ну например вот те кто изучает руны ведь один сразу не пускает в традицию до человек ходит вокруг да около он где-то там почитала рунах где-то пошел где-то на кита курсы и так далее ну вроде как не хватает чего-то не хватает хочу изучать и вот когда он понимает что провести может один то один приводит к нужному учителю когда готов ученик появляется нужный учитель когда готов ученик да или проводник ко мне пришли люди я их не звал я их не заманивал и никого не заманивая к себе на курс я еще и подумаю если кто-то там вдруг захочет у меня уже был опыт когда человек прошел шесть рун 8 рун она на 9 на хагалас вот у нее сорвало крышу и он как раз на хагалас уехал с мариуполя в да нет не про петрус не звонит оттуда у меня нет они еды ничего рючат им бросил все вот бросил кто не с ним общался я себе татушку сделаю вы поняли не очень печально поэтому если человек это делает осознанно и боги 10 заинтересованы сознание которое искренне она от сердца стремится к знанию и хочет научиться то находится и тот кто научит тот кто проведет вот где-то там поэтому я не буду я знаете раньше говорю приглашаю вам к себе на курс нет я приглашаю к себе в группу приходите ко мне в группу кто еще не там там очень много статей там больше 60 авторских статей не только вот там есть статьи просто там есть очень много интересного материала у меня вот 43 выпуске все 43 выпуска в открытом доступе это часовые ролики с 1 по 10 выпуск на разнообразные темы подобные вот 43 поэтому есть материал есть чему учиться есть чему стремиться поэтому когда мы проявляем интерес то есть мы себя посвящаем определенной науки или определенным изысканию то тогда и высшие силы появляются появляются или тонкоплановые учителя или дух помощник или проявляется боги или проявляются какие-то другие силы которые подсказывают а вот так вот чтобы типа силы поработили или силы заточили ничего насильно что делается насильно толковым не будет это все будет бестолковым то есть раб добровольно качественно и серьезно и глубоко заниматься не будут основа рабства это подавление манипуляции поэтому высшие если хотят чтобы мы были свободными свободолюбивыми мы должны сами добровольно заниматься изысканиями сами добровольно должны себя посвящать свое время свою энергию какие-то материальные ресурсы для того чтобы себя обучать вот тогда высшие силы видя наше рвение наше посвящение и дают дополнительно проводят помогает подсказывают и плотно как говорил незабвенный кролли когда человек идет своим истинным путем истинным путем с большой буквы то есть путем магии потому что он говорил что магию должен каждый здравомыслящий человек сделать слить мотивом своей жизни то что магия это наука магия это наука которая обучает быть осознанным то и вся вселенная способствует поэтому если мы хотим чтобы вся вселенная выше способствовали вели нас то для этого нужно самому быть посвященным самому иметь желание не ради развлечения не ради того чтобы вот я изучаю руны и всем растрендил все знают что ты изучаешь его нет да ты изучаешь руны об этом даже никто и не знает и дела твои говорят о том изучил ты или просто хвастаюсь поэтому делать это нужно для себя не для окружающих то есть если человека есть еще понты то он еще понтуется а если у человека уже серьезное намерение познать себя познать глубину своего сознания и понять для чего он сюда пришел и как найти как через какие двери я вошел через какие двери надо выйти то тогда и выше и выше будет вести и боги будет вести и четырехмерные будет вести и будут способствовать все силы вселенной для того чтобы мы были мудры чтобы набирались мудрости а так вот нас никто не ведет мы сами себя ведем это нужно принять осознать и сделать выводы они ждать что кто-то возьмет носоручку поведет это ложь для манипуляции то есть если говорят о ты избранные тебя ведут выше там это принцип манипуляции когда кто-то это говорит когда кто-то там намекает на эти вещи бегите оттуда потому что вы попадете незаметно в рабство вот так а а а а